Ребята, всем доброго вечера. Прекрасно всем настроиться. Самое главное, здоровиться. Сейчас погодка такая, в общем, не 52 годка. В общем, все что-то развалились, ну потихонечку. Ага, какой-то день то спать, то есть охота, больше ничего. Ну нет, мы сегодня убрались, правда. И дочь приходила, с Варькой нам помогали. Да, все убрали везде. Шкафчики, мамочки, кухню помыли, намыли, полы. Сейчас в видео сидим, тут телефон поставим, щелкаем, видосики смотрим, кухня тут показывает, грязная, посуда гора. Я говорю, наша что ли кухня, Катя? Это что, наша там показывает? Ржали с ней тут, а это не. Оказалось, это просто другая, но это очень похоже на нашу. Добрый вечер, хорошая. Привет, привет, ребятки, приветики. Зариночка, привет, привет. Костя, Катя, привет, приветики. Так, добрый вечер, мои хорошие. Привет. Так, добрый вечер, дорогушечки. Марта, здравствуйте. Леночка Сиденцова, приветики. Наконец-то, добрый вечер. Здравствуйте, Настенька, приветики. Да маленько, нет сил, ребят, вообще. Привет, дорогие из Израиля. Привет, привет, Игулька, приветики. Магнитные бури сейчас говорят, а у меня еще шея настыла. Я хожу вот так вот, а как этот, потихоньку, помаленьку. Время, что, полдевятого, мы жарим курочку с луком, с приправками новыми. Ой, вкуснятина, дома аромат стоит. Мася спорола свою долю. Добрый вечер, добрый вечер, в Москве только начался эфир. Только-только, ребят. Здравствуйте, Таджикистан, люблю вас, удачи, спасибо, спасибо. Шахнозов, спасибо. Так, добрый вечер, любимый грибочек. Приветики, Наташечка, приветики, приветики, Иночка. Так, привет, очень рад вас видеть. Привет, Оксана, приветики. Так, всем добрый вечер, я за чаем. Давай, Светик, я сейчас буду пить кофе. Сегодня еще не пил кофе, сейчас буду оторваться. Опять у меня болит поджелудочная. Ой, одежаловы сегодня будут вечером. Привет, с Украины, приветики, приветики. Добрый вечер, вы супер. Привет, из Гуся, хорошего вечера. Спасибо, спасибо, земляки. Приветики вам. Так, кто это нам там, Анна, приветики. Добрый вечер, Ага, Костя, Катюша, добрый вечер. Смотрю вас недавно, так уже полюбил вас и рецептиками вашими. Уже приятно, здоровья всех. Спасибо. Применяю. А, рецептики, да? Блин, вот ленины эти, да, вкусно с шваршем, да? Как они? Шваршем. Шваршем. И торт вкусный был. Чизкейки, мейкеки, или как творожные, в общем, запекарка двойная. Ага. А у меня вон что, на вечер. Кто на диете, не глядите, сразу говорю. По пьяни снова наберет. Курочка жареная, с лучком, с приправками. Доброй ночи, Казахстан. Привет, ребята. Здрасте, здрасте. Смотрю вас в Свердловской области. Счастья, здоровья вам. Пусть ваша любовь только крепчает. Спасибо. Спасибо. Взаимно, Кариночка. Я всегда говорю, желаю тройне, что желаете вы мне. Дай бог, золотушечка, каждому найти любовь и счастье, априс. Так, тоже голова с вчерашнего дня раскалывается. Ох уж эти бурят. Хочешь веришь, не веришь, да? А я не, мы в гусе шлялись, везде жарко. Везде, в любой магазин выходили. Я весь сырой. И вышел, а мне когда жарко, я сразу... Ну, я такой, это... Не люблю жару нигде. Я на растопашку, шапка на макушке. И все, и меня шею сразу продуло, видать. Да, Мась? Чего говоришь? А? Эфир, да. На лежа, говорит, что? Привет с Питера. Привет-приветики. Привет с Новосибирска. Привет-привет, Мария. Привет, добрый вечер. Рада вас видеть. Так, скучала по Кате. Леночка Самсонова. Привет тебе передавать. Скучает по тебе очень. Левенька, моя приятная Чехия. Привет с Чехии. Привет-приветики. Так, здрасте-драсте. Добрый вечер, наши дорогие. Мы сейчас видосики смотрели. Там это... Красиво. Где там в горах? Такие эти... Водопады. Водопады. Такие домики. Это... В общем, мы в путешествии хотим, ребят. Надо вот это. Заберите нас, пожалуйста. Привет со Смоленского. Потом Катя, потом это тут... Флезы, сокли, плесеньки. Что-то... Сейчас ты мне там что-то показала. Сейчас эта песня-то хорошо залетела, да. Иду я на родину. Как парень-то поет? Конфетка не лето. Зима, не лето. Катюша, как дела? Нельзя. У моего мужа Алексея, день рождения. Можно ваш знаменитый салют? Привет-привет, Галина. Поздравляю вашего мужа Алексея с днем рождения. Пожелаю ему счастья, здоровья, исполнения всех желаний. И привет. Чу-чу-чу-чу-ду-ду. Баба. С днем рождения, Леха. Привет-приветики, родные. Приветики. Как у вас дела? Все хорошо, ребят. Все хорошо. Все лучше и лучше, можно сказать. У нас был сломан кран. Давно уже. Мы ездили к Свете. Костяна сестре. Она нам отдала кран. Новый им не подошел, она нам отдала. И кран, а гуся только. Ну, гуся, да. Мы, ну, сделаем, сделаем. И так месяца два сделаем. Ты зачем-то сейчас все испортила? Что мы сделали? Ла-ла-ла. Просто он лежал, ждал, когда тот совсем развалится. Да. Да, конечно, у нас же экономит. Вот поэтому он развалился сегодня. Вот, а сейчас новый гусь у нас. Видите, какой красивый? О? Красавчик гусь стоит. Света, спасибо. Ага. Кость, какая курица, ты на диете. Ой, это для Кати, Леночка. Ты что, моя хорошая? Что для Кати? Мы сегодня салат делали. Караул. Это мы сегодня... Что, я только рис вот с мясом варил и ел, и все. А так салат делали, сказать, это. Перец, мерец там. Это помидоры, огурцы, майонез. И зелень, меленький, укроп, лук. Что с вкусным? Ели и говорили, ой, зачем так вкусно, зачем так вкусно? Вообще бомбезно. А у нас там уж не ели. Да. Сейчас еще сделаю. С курочкой Кати буду кормить. Ага. Буду глядеть на нее и кормить ее. И запускать. Ухар, очень. Перетягивать, всегда приходишь с работы, думаешь, надо кушать, сварить, потом что-то сделать. А там по вечерам грибочки выходят, прямой эфир будет. Вечером что смотреть уже как привычка. Угу. Хорошо, когда это, да? Топочка. Включаешь эфир и дела делаешь, да? А я когда эфир включаю, у меня дела не делаются. Так, на Кати смотри, так приятно. Глазки сверкают. Ага, чай-то она, да. Тебе что там по-раз... Все нормально. Вроде все закрашено, так свет падает. Свет так падает. Угу. Я испугался, думаю, опять что-то в парикмахерскую. Так, приветики. Мой муж сел на диету и, блин, мне с ним приходится сидеть. Обязательно, надо поддерживать. В доме кто-то должен пить одна. Все, так что пускать худеет. Привет, приветики. Курочки супер на здоровье. Дай бог. Добрый вечер. Афаадеевым, приветики. Обняли, целовали, приветики, передавали. Ждем вас с Некерпелем. Приветики с Нижневартовска. Приветики. Ммм, как вкусно. Курочка-то безупречный вкус вообще, запах, ароман. Лучок крупными прям полудольками. Вау, привет, мои родные. Ну, опять, началось все с того, что поставил сковородку и стали глядеть видосы. Смотрим видосы. Как и сопли летят. Я говорю, Катя, там что, сковородка пустая греется? Она, да. Ржем с ней, блядь, и сразу льются тут. Насмотришься там, это, всяких трогательных видосиков. Катя, не давай ему жареное. Я не даю. Она спит, я когда ем. Я тоже жару не люблю. А у нас никто в семье не любит. Да-да, далеко с Ташки по Леночкому рецепту. Разрыв бомба, просто вкусняшки. Я люблю жару, я наоборот. Раньше все на речку ходят. Ну, тут приемная. Да, конечно. На речку придешь, я любила жару. Все лежат, а я, ну, такая, нормально. Я не была ни полная, ни худая. Такая. Такая, селедочка такая. Ну, вот такая. Привет, Казахстан, привет, Казахстан. Ой, что, сейчас она наделала-то, ребята. Это вообще караул. Приветики вам, приветики. Ты дурак. Добрый вечер. Да я же не рассказал вам. Добрый вечер, ребята, хорошего вечера. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Привет, Своронежа. Грибочки, привет, Сыренбург. Какая вкуснятина у вас в сковородке. Не то слово. Больно много, это, откуда там столько же. Наверное, накачивает вот эту курицу фигганую. Сейчас вытащу эту, просушить от этих всех масел, ажа. Не в сковородке не буду оставлять. Хотя раньше бы я съел с удовольствием хлебушек, туда бы намокал бы. Сейчас у меня болит опять все. Малышу, да, можно вон, малышу. Вот, все, молодец, Катя. Как, ножки полегче? Маленьше. Ножки горят, что-то. Весь день сегодня горят ноги. Пусть все путешествия сбудутся. Дай бог, да, так ходится. Как красиво везде. Ну, очень красиво там. Привет, Старусина. Приветики. Ты где? Я не знаю, где, но Костя мне показал в видео. А там водопад такой, горы. Красиво, чё? Ой, какие-то стеклянные дома там. Варю где потеряли? Варю у Наташки. Свой дяди приходит, вообще Варька кашляет. Мы дали ей бромбексин, ледимциту там. Это я говорю, подышите там туда-сюда. Молоко, говорю, я сделала с маслом. И это вот, вот, всё говорю тут Наташке. Самка её позвонила. А Катя кричит. Варя, Варя. А Варя, видать, подумала, Катя её зовёт поругать. Так она подбегает и говорит, это ты меня заразила. Сразу. Лучшее нападение защиты это так. Катюша уже подарок придумал, что будет дарить на 23 февраля. Нет, сейчас вот уже почти плакала. Я ничего подарить-то не могу. Да хватит, уже отстали. Раньше я всегда что-нибудь придумывала, а сейчас что я придумал. Только могу это. У тебя есть деньги, я тебе закажу. Сам купали. Привет из Питера. Так, спасибо большое, спасибо. Мы так, когда есть деньги, мы сами это. Ой, это тебе так, за Новый год и за 8 марта сразу тебе за это. А это тебе за день рождения и за 23 сразу там. Ага, когда нет, и фиг с ними. Добрый вечер, наши любимки. Как уборка? Везде порядок? Ну или Катюша, солнышко, поцелушки вам? Ещё не везде, завтра продолжает. Ой, это Леночка, что ли, Сатума? Привет. Завтра продолжает, Леночка. Я только вчера хотела Костю спросить. Чего ты Лена давно не была? И гусь красавчик, и Костя красавчик. Какой гусь такой, Кусь? Вон гусь. А-а, приветики, приветики. А-а-а, встань, встань, встань. Как ты весь сегодня хлопья выкормил. А-а-а. Хлопья я это сегодня кормлю её, Катя. И тарелка я его так поднёс, она же белая в тарелке. И внутри молоко всё белое. И волос прям вот, борода вот такой вот, видно его сразу. Убрал тарелку. И школу-школу нет. Опять тарелку раз, а вот такой. Оторвал, побрил, в общем. Э-э-э, привет, Степене, привет. Костя, наступающий 23 февраля. Будь всегда добрым, весёлым, здоровым. По возможности. Так, уникальный фейерверк, Костя. Приветики с Казахстана. Здоровья всегда, Костя, Катя, здоровья вашим. И вашей семье. Мы вас с дочкой Катей. Мы вас любим, дочь вас смотрит ей 3 годика. Ульяночка, Дима и Флора. Флорочка, Золотушечка, спасибо вам, ребятки, за подарочки, за посылочки. И Мариночке, и Ириночке, и Ириночке. Всем, в общем, спасибо. Отромные девочки, красотулечки. Деньги будут, заходите. Добрый вечер, дорогие. Екатерина и Костя, приветствую, Семенская. Вы наша душевная батарейка жизни. Будьте здоровы, счастья, обнимаем. Спасибо. Спасибо большое. Я, с вашего позволения, налью кофеечку. Сейчас что-нибудь, какие-нибудь конфетки. Мы со стола убрали, все чистота, везде все убрали. Шкафчики. На днях буду переделывать этот шкаф. Вот он, чтобы не дверка была, а два выдвинуных шкафа. Дверку пополам распилю, эти салазки куплю выездные. Иду, надо ставить, Катя, тысяч 10, тогда ж нахрен надо. Два ящика сам сделаю, все, на мебельные саморезы прикреплю. Будет конфетка, просто вообще коровок. Кровок. Все сам я сделаю. Ты видишь, у меня какой опыт этого. Молодец. Как вы желаете, думаю я. Сборки. Сборки, да, и комод, и самодельник, и шкафинал собрал. Все сам. Надеюсь. Всем приветик. Приветствую меня, привет. А где ваши котики? Теки шляются где-то. Одна тут, а два там. Орут там, все время жрать просят, как и я. Так, приветики и сказали мне, ребята, я обалдею от вас обоих. Костя такой умный, как поддержать свою любимую. Катюш, люблю вас. У нас счастье одно, двоих за то, что. Добрый вечер. Теперь вечером вместо сериала жду грибочков. Ой, а мы их не хотели выходить. Не имеем права, значит. Так, Лена завтра, наверное, уже приедет. Наверное, Варя-то заканчала. Лена сейчас, я думаю. Вы сегодня скатерц повирали. Какой день сегодня. Сегодня что, среда, да, 24. В Саратове, где Варя? В Саратове. У на Ане. Ой, у на шашке. Иду я на родину, коряша. Катя, ты будешь чаю? Пока не буду. Ты курочку потом будешь. Покажи. 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 Сегодня мы имели осторожность найти вот такую коробочку конфет. Завалялась она где-то. Сейчас в Косте ее будет. Там написано только Катюша, только Костюша. Так, привет, добрый вечер. Какие вы классные. Такое тепло у вас идет. Спасибо. Приветики, приветики. Всем добрый вечер. Вы Варя, каникулы. Ага. Приветики, грибочки. Ленка, привет. Приветики. Как у вас дела? Куда пропали? Да тут, Лен. Да вялая маленькая погода такая погадная. А у меня еще шея болит. Да убирались в полдня. Дай, Костюш, чуть-чуть. Не чуть-чуть. Я всегда вас смотрю. Потом Катюш, палю. У него ноги крутится. И я. Ты сама закинула на веревку. Она сама покинула. Ты что кушать или чай пью. Кофе пью, на так. Привет, привет. Добрый вечер всем. Чем заливаюсь сегодня? Как ваш на тройне. Иринка Могилев, привет, золотушечка. Маленько развалились чуть-чуть. Развалюшки сегодня. Что это? Я три бочки затеял. Шкафы все разобрал. Посуду я не мыл. Наташка мыла. Ковры повотрясал. Кресло застелил. О, мне так нравится. Пошлите, покажу. Пошлите, покажу. Мне так нравится тебе. Балдежно. Так, сейчас вот сюда закрою, чтобы красиво-то было. Богато так смотрится. Прямо это. Шикардос. Да дело твое. Все сама бросила. Вон пусть валяется теперь. Шикардосно. Все, здесь все убрали. Красота кругом у нас. Народи, ну я еду, кореша. Сейчас, ты мне новый чашечку. Новый чашечку. Ну что, вот так тебе вот чай подавать, смотри. Да, да, да. Императрица, ё-моё, теперь она у меня. Я так люблю. И что, тебе сюда еще чай хочешь сказать? Санфетку немножко ловить мне. А, вот так. Да, да, там дырка, чуть-чуть розовенький. Два. Две розовенькие, одну беленькую. Так, надо неровно ложить как-то. Да, неровно. Да. Так, ладно, да, чай надо налить. У нас сегодня заваренный Иван-чаёк. Самый вкуснейший чай. Для нашего климата, для здоровья, для пользы. Ага. Хоп. На родину я еду, кореша. Все, мои хорошие, держите. Смотрите, какой это натюреморт. Ё-моё. Пожалуйста. Здрасте. Что наделала Катюша? Привет. Привет, ребята. Людмила, привет. Привет, по уши. Улилась по уши. Привет, грибочки. Привет. Давайте рассказывайте, если интересовал. Да ничего. Да не слушайте его. Полные штаны у меня были. Вот и все. Чего? Да и не. Ну что, нафиг, вот вся фигня. Ура, грибочки, дорогие. Уфера люблю. Да, Русина, это в Анапе. О, все понял. Салам алейкум. Салам, салам. Салам, ребята. Приветики мои хорошие. Привет, добрый вечер. Всем добрый. Тепленько. На родину я еду, кореша. Так, Костя, Катя, я вас люблю с дочей до 4 годика. Спасибо, посибочка, приятно. Нет подарка, не проблем. Нет подарка, нет проблем. Ага. Да, нет праздника, нет проблем. Так, привет, дорогие из города Усканского. Раньше я придумала какой-нибудь это, сюрприз какой-нибудь, то подушку, то футболку. Там с нашим инстаграммом. Какой-нибудь брелочек, но все ведь интересненько. А сейчас уже так не придумываем. Да у нас так все есть, ребят. Слушайте, шок какой-нибудь. Все, конфеты, кофе, муфе, духи, мухи, все это у нас есть. Все, мы счастливы, все. Встали, чай кофе вкусно поели, попили, спать легли. Ага. Погулять пока не ходим, пока еще хвораем, сил нету. Ага. Хочется куда-нибудь на горку сходить, по лесу пошляться, чтобы тебя в овраг маленько скинуть там. Не в овраг уже. Ну, маленько. Привет с Башкирии, приветики. Привет с Ямала. Ну и что ты тут разнюхалась? Да, и кого лицо выряжает. Угу. Кать красотуль наша. Привет, чуваши, приветики. Добрый вечер, друзья. Можно вас так назвать? Привет с Казахстана. Смотрю на вас и радуюсь. Радуюсь вам в каждом дне. Спасибо. Спасибо, большое спасибо. Червонная. Золотушечка, значит. У меня так же волос один, но подбородки бывают. Мне кажется, он у всех бывает. Раньше мне его Егор все время вырывал. Когда маленький был. Помнишь? Я его все время просила, он мне вырывал. Помнишь? Это как ее. Я знаешь, что сегодня нашел? Целую упаковку конфет Мишки на север. Да? Угу. Снятина, караву. Всем? Угу. Костя, ну ты артист. Есть маленькая. Приветики, веселая компания. Добрый вечер в Белоруссии. Белоруссии. Приветики всем. Флора, такая классная собачка, клевая. Угу. Смотрит, нас ушками шевелит. Мы ее кричим. Флора, Флора, Флорочка. Она рад, рад. Настолько она умная вообще кровь. Как ты все хозяинах. Ах, а Костя, от Новосибирска далеко до вас. Вот, даже очень далеко, ага. Костя, я тоже захотел кофе. А вы как видите, что мы в эфире, сразу наливайте кофе, ага. Доставайте булочок, колбаску. Иду я на родину. Так, добрый вечер, дорогие грибочки. Я один торт собрала для второго теста, навела, спина отваливается. Вот, думаю, хватит сил к празднику их своим мужчинам испечь. Вот, с вами всегда посуду отмывать. Хватит, Мариша, куда ты денешься? Ага, хватит, хватит. Женщина, вы же как трактор. Пашите, пашите. Привет, Катюша, солнышко. Костя ласковый, внимательный, веселый. Будьте счастливы, любви и позитивно. Спасибо, золото, спасибо тебе. Люблю ее, что делать-то? Ага. Ага. Вкусно. Все, худеть хочу, никак ничего-то не получается. Никак. А сегодня, вчера подливу делал, а сегодня рису наварил, все перемешал. Так вкусно караулу. Тарелку съел, говорю, шеф, пойду вторую есть. А Катя встала, тут дверя, говорит, не пощу на кухню. Так пришлось спать. Вставала я уже. Я уже думала, вы все съели. Да ты что, Лен. Приветики, а куда пропал белый пес? Ну, дочки живет. Ну, Наташа живет теперь. Добрый вечер всем. Приветики, Костя и Катюша. Привет, привет, Ниночка, приветики, приветики. Сочи, привет передавай. Конфетки вам, приветики, Закарпат. Я думал, конфетки нам привет. Привет всем, приветики от Софи из Ярославля. Приветики, Софушка, приветики. Что еще рассказать? Ой, еще корму она эта Флора придала. Надо это. Я хотела все. Малыша накормить, да. Ну, когда пойдем вместе, это вкуснятие какое-нибудь. Да, давай завтра. Завтра. Возьмем стаканчик насытым. Так, Наташа, хороший вечер вам. Спасибо. Костя, вы боишься стоматолога? У меня зубы болит, пьют таблетки, а к врачу боюсь идти. Нет, сейчас не боимся. Очень страшно. Раньше было, сейчас. Ну, не так страшно. Сейчас не боюсь, сейчас не больно, все. Костя, когда сделали зуб один, но в городе мы еще жили. Он выходил и плясал в коридоре-то. Потому что мы смеялись над ним, он прям выходил. Юля, ты мой кувьер. Там девушка спросила, как зовут. Плясал, а до этого ходил, мучился, наверное, лет несколько. Зуб у него болел, гнил, там, ой, карауча была. Не больше, да. Ему целый, там, ввинчивли, вкручивались. С рентгеном, говорит. Вышел, говорит, Катя, вообще. Умеет, умеет сейчас. Кость, Кать, добрый вечер у вас от Павла Посадских девочек. Юля, Лена, Ксюша. Сидим, смотрим вас любимый сериал. Тю-тю, тю-тю-тю. Тю-тю-тю. Привет, девчули, красотули. Сейчас видел, кто-то глядели, я говорю, на Лену, похоже. Ага. Девчонка там была. Где Варька? У, дочки. Добрый вечер, мой хороший. Ростов, всем с вами. Привет, приветики, ростовские девчата. Приветики. А я такая из Ростова. Да, привет, дорогие из Караганды. А да и Оля, любимка наша. Спасибо большое, Караганды. А да и Оля, а дальше, может, и Оля, наверное. А где Варюньки? Так. Добрый вечер, муж говорит, иди укладывай ребенка спать. А я не могу оторваться от вас, говорю. У меня эфир. Ты ему телефон подушкой положи, малышу, ты он и баюкается. Баю, баю, байеньки, зимой купим валенки. Баю, байеньки, валенки на ножке топать по дорожке. Раньше я так, Наташа, тоже пела. Как там? Сон приходится на порог. Крепко, крепко спит. Костя пьяный, спала, Катюша. Стоп, у тебя. Стоп, у ду. Для тебя открыт. Добрый вечер, Калининград. Здоровья, самая замечательная семья. Спасибо. Кость, конфетки насмотрелся. Мы тоже эту песню болели. Смотрели, да. Она очень понравилась, клевая, да? Я вообще люблю, когда переделывают песни. Что, вот, стоит буквально, ну, вот, музыку другую. Там, я не знаю, ну, вообще-то... Она меня замучилась с этими песнями. Я свою песню, ну, допустим, в своей стишке, на песню, на несколько, ну, мотивов навожила. Было так интересно, вообще, просто... И пела, целый вечер мне тут пела она. Смотри, вот на такую тема, а вот на такую. Просто одни и те же слова, просто переделывают на другую мелодию. Очень интересно, так клево. Ой, я думаю, хочет. Молодцы, они так здорово все делают. Привет вам с Казани, приветики, приветики. У вас времени 9 часов вечера. Привет с Казахстаном, привет, ребята, привет с Кабарды. Крепкого здоровья вам. Взаимно, ребята, взаимно. Костя, вы пили чай, инха, как на вкус, понравился? Знаете, мы его распаковали, запаковали, его своясь и подальше убрали. Он лежит там, где мох, овес, пророщенный овес, трава сена, семя льна. Все это я заказал, и теперь это все лежит, полежит. Ну это же не я, как ем его, ем это мох. Я не думаю, что его будут есть. Ой, сколько времени. Ага, мы только нахвостаем, все, ой, заболели, ой, надо это, ой, надо. Ой, худеть буду это, буду это. Ага, все, кабачки выращу на окошке. Тратать денег, пустая трата денег. Балабол. Да, согласен. Так, с первым артой пьян вообще, то пофигу. Так, приветики, а где у вас Ленина дочь? Ребят, вы серьезно, ну, 10 раз уже, 100 раз уже спросили. У меня даже в гостях. Добрый день, вечер, наши любимки перерастаю. Ну, и чего-то Таня написала, да. Наши любимки не перестаю. В общем, целушки обнимашки. Так, у нас. Костя и Катя, привет вам с Рязани. Приятного чаепития, добра и любви. Спасибо, спасибочки. Галина Тиссен, приветики золотушечка. Где варюшка? Все. Все. Прямо перегорело вот так вот ark. Нахрен Geohn. С ума сойти, вообще караул какой. Вы следите за каким-нибудь блогерами, чьи смотрят прямые эфиры? Костя наступающим, ты мужчина. Нет, никого не смотрят. И мы не глядим, потому что когда мы тут поболтали маленько, я валяюсь там. Поели валяюсь, а в компьютере сижу, Костя убирает их, готовит. Ребят, те, кто ведет блог, он никого смотреть не будет, потому что у него своей работы в телефоне хватает, по уши завалишься. Одно видео бывает или что-нибудь реклама, 4 часа делаешь. И вот сидишь в этом телефоне, сидишь, сидишь. Вот бегаю туда-сюда, в телефон, Катю поворачиваю, верчу. И спать некогда, когда на нос он упадет. Одно делаешь, второе, третье, пятое, читаешь, смотришь, отвечаешь. Да вы что, какой блогер? Вот иногда сядем с Катей, включим ТикТок, листаем всякие штучки, смотрим прикольные там. Так, добрый вечер, приятный чипить, ага. Ну, подписки есть, конечно, кто интересен. Ну, Наташа, с наступающим, Костя, будете праздновать. Да мы бы хоть час начали бы, ребята. Каждый день, мам, мы. Ага, спасибо. Меня этот волос прям клине, только вырвай опять, падла растет. Да, ну, угу. Костя, я загадываю это, как этот, как он, Хатабыч, то все время выдергивал бороду. Тяжело не загадываешь. Думаетесь. Я тоже так делаю. Привет, Селинограда, приветики. Извините, не так, как правило, мы вас с Катей любим с Казахстана. Спасибо, спасибо. Привет со Старого Оскола. Привет, приветики. Смотри, вот Старого Оскола, есть новый? Ну, верно, может, еще малый есть. Еще Старого Оскола. Так, добрый вечер, Слоди Кавказа, привет, приветики. Так, не перестаю любоваться вами, радуюсь вместе с вами, тогда вам хорошо, обожаю. Спасибо, Танюша. Костя, здрасте, я с Улан-Удэ, до вас далеко. Улан-Удэ, даже не скажу, где это, не знаю, далеко, наверное, ребят. Ну, мы вот посередке, возле Москвы. Приветики, привет, Костя, вы пользуетесь робот-пылесосом? Нужная вещь? Нет, не пользуемся. Ну, у нас тут мало. Сегодня видели ролик прикольный, там это, парень с девушкой телек смотрит и сидят на полу, и вот так ноги раздвинули, и друг друга ноги соединили, и семечки плюют, а он ездит, у них тут убирает. А, нихера, так прикольно. Привет, привет, Костя, красавчик, это любимый, привет, из Нинногогорода. В общем, этому пылесосу нужно ровное пространство. Ровное, можно его сделать на телефон программу, задать ему курс, и вот так он будет ездить. Он, чем хорош, делает влажную уборку, влажную, тихонько у него водичка, там раз-раз, и собирает много волос и пыли, вот это вещь хорошая. А так, не, надоест он туда-сюда болтаться, леганёшь его. Привет, Костя, красавчик, Катя, любимка, привет, Снижина, привет. Асечке, да. Настя, любви, здоровая, Катюша, наши любимые, любимые, очень. Асечке, привет. Казахстан, Аль. Асечке, привет, всем привет, Наталья Жуковская. Как же без привета оставили золотушечку нашу, всему рынку Жуковскую. И маме привет передай, ей целушки, обнимашки, скажи, дай бог ей здоровья, Костя, Катя передали, чтобы не болела никогда. Так, Костя, Катя, привет, Сураль, Казахстан, ага. И вам привет из Сочи, ага. Иринка, 2580, видел где-то, заходил, ей тоже привет огромный. Спасибочки, вам приветики. Добрый вечер, любимый грибочек, приятный чай пейте, привет из Кыргызстана, Светлана, счастья, здоровья, прекрасного настроения. Спасибо, Светочка, взаимно. Мне муж говорит, закрыть тебя на неделю без телефона, как ты будешь, я говорю, я, наверное, буду без Кати и Кости, у меня ломка будет. Блин, да, с телефоном, у меня бывают такие дни, это все, сегодня без телефона, никуда не возьму, и рука сразу уже за ним лезет, это уже на автомате, уже одурели, как наркотик. Он на зарядку поставит около меня, я в компьютере сижу, поставит на зарядку, пошел, дошел до кровати, идет обратно. Я говорю, подожди, он еще не подстоял даже на зарядке, да. Это уже зависимость, правда. Так, добрый вечер, добрый вечер, грибочки, приветики, тоже из Казахстана, хочу к вам, молодцы вы. Привет, приветики. Ага, добрый вечер, как будете 23 февраля отмечать? Праздравляю. Так, никак, так, посидим, чай попьем. Добрый вечер, грибочки, приветики. Золото, ага. Привет, любимка, город Шахты, с вами у меня крапивница есть, только диетическое можно, жизни нет. Ой, золотушечка, да как это, викуся, во всем надо искать, только плюсики, ага. Да, надо, наверное, тебе порадоваться, еще что-то, мясо не жарешь, вот как я, это, в кровати, а только это. Пока ешь, хорошо, а пожарешься, плохо, потом все болит, ходишь, есть охоту, все время, как назло, на меня, что ли, похоже. Да, Лена, на тебя кто-то похож был, мы смотрели сегодня, вот только вспоминали, да, Катя? Так, у моего папи Ярослава сегодня день рождения, можно салютик? Ярослав, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам счастья, здоровья, исполнения всех желаний, эфир век, ту-ту-ту-ту-ту-ту, баба. Так, у нашей любимки. Целую вас, передайте Катюше приветики. Так, три года она вас всегда смотрит, Караганда. Караганда, когда говорят... Катюше приветики. Когда Караганда говорят, я все время Татьяну сразу спрашиваю. Ага, Татьяна, Караганда, привет. Спасибо огромное, большущая. Костя, привет, так, Костя, привет, как приправа, как настроение? Спасибо, Викуся, спасибо, все супер, уже второй раз, вот сейчас курочку делаю с твоими приправками. Катя сказала. Катя сказала, ага, достаю сигару, я говорю, это из коробки, это сигару. Ага, вот надо шкафы переделать, как они мне надоело, как я почему сразу не задумался. Когда заказывал, ты дверку открываешь, там ничего не найдешь в этих шкафах, туда лазить. Надо выдвижной, раз, раз, все, было бы прелестно, прекрасно. Ну ладно, не ругайся. Так, вы реально, как сериал, думаешь, что же делать будет, интересно. Так, Ленка так и засыпает под ваши эфиры. Фанаты наши, девки. Так, приветики, Зеленограда. Как здорово получилось петь. Я прям захотела привлечь, бросить посуду. Катя всегда раньше это килобильный пел, по голове не гладит, а я раз и уснул, все. Наташке я тоже долго, до школы, ну, долго пела мне песню. Она тут недавно пришла, говорит, ма, я что, ВКонтакте нашла песню, которую ты мне раньше пела? Я иногда пела, ну, такую, сон, ну, детскую. А иногда пела, это, не пела Снегурочку. Однажды я зимой, а она ее что, я... Ой, 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 ой. Ей говорит, ма, я услышал песню ВКонтакте нашла. Давно не слышали мы такую. Так, добрый вечер, всем вы большие молодцы, всего вам на дальнейшем терпение за понимание. Спасибо. Мы представляем, какие вы классные приветы из Челябинска. Спасибо. Спасибо. Чердкова Оксаночка. Мы только недолго сегодня, вон он уже все. Завязываем. Клонишься, шея-то падает. Из Волгограда большой привет. Сейчас пластырь налеплю и полежать мне. Болит, как продует, сразу болит караул. Добрый вечер, скажите, а что случилось с племянником? Он замерз в лесу. Те дни его волонтеры искали. Привет, приветики. А что, почему не спрашиваете, никто не знает. Никто не знает. Привет, Скалуги, вы классные. Где-то написано, в подслужках гусев, в газетах, там, Костя весь дом убрали, чистенько. Да вы что, о, какой весь день. Я вот только шкафы убрал, вот верхние там, где мясорубки, мясорубки. Все чаи перебрал, тут это, все со стола, коробки лишние, конфеты, фантики все повыкипывал. Дочь посуду мыла, полы, я ковры вытрасывал. В комнате чистенько там, это. Вот там осталось постельное поменять, а то гости приедут скоро и полы помыть, все. А, и мост убрать. Ой, вообще, как будто и не убирались, я нафиг наговорил. В общем, это комната и мост. Да, так, ну так чистенько, хорошо дома, мы так любим. Да, Катя, посидим мы, как дед с бабкой с ней, чай пьем, конфетки трескаем. Я на заднем фоне на листочке напишу Варю и Наташу, у Наташи. Да-да-да-да, так, приветики. Так люди в разное время заходят, поэтому вопросы повторяются. Да-да-да, я говорю, Костя, не ругайся. Вот за такой промежуток времени не может же в разные люди время зайти. Я сейчас могу вот так сделать верхний стой смс пролистает. Значит, люди здесь давно же. А я уже сто раз сказал. Нет, смотри, кто-то там зашел. Сейчас буду сама эфир вести. Не стоять, кто-то зашел. Так, смотрит, нет, Варюша не говорит. Спросил. Ты увидел эту смс-ку? Зашло пять человек. Пять и задали этот вопрос. Я так уважаю ваши эфиры, наши Кашпировского так смотрели. Ну, круче, спасибо. Бабушка у меня тоже глядела Кашпировского. Хотите верьте, хотите нет. У нее были седые волосы, стали темные. Потом он пропал. У нее только началось, прям черные стали. Темнее, темнее волосы стали. Я блогер, но все равно смотрю. Спасибо. Прикольно. Сколько, Леночка, у тебя подписчиков? Так. Мы вот и ведем YouTube, 100 тысяч подписчиков. И TikTok, миллион триста. Instagram, 140. Telegram, 15 тысяч. Вот. Одноклассники, две страницы. И ВКонтакте, две страницы. Но у нас нет, чтобы мы там... Просто показываем, как живем, и все. Катя сказала, ты... Так, матом нельзя. У вас есть общие дети? Так совпало. Нет, общих нет. Добрый вечер. У Кати получается мышку нажимать пальчиком. Двумя руками получается. Клавиатура нет, а мышка Катя работает. Двумя руками, если я одной рукой не очень получила. Что будете готовить на 23 февраля? Шашлык? Машлык? Не знаю. Надо это обсудить, ребят. Еще гости приедут. Лена, Вадим. Будем думать, что делать. Караул есть опять. Так, кости, ну уж лучше про Варю спрашивать сто раз, чем что-то пишет. Да-да-да. Может, мне тоже еще и раз спросили. Да-да-да. Лучше, чем хейтеры, да? Ну, я ему рассказываю, чтобы не обижался, потому что люди разные. Потом зашло вот сто человек, каждый может спросить, а он не увидел Варю и спросил. Поэтому и вопрос в сторону стоит нас одинаковых. Вы издеваясь, мы только заходим, вот и спрашиваем. Да. И старая осколка. Это, Галина, мне твои вот эти плавные эти, как настроение так не нравится, эсэмански все время. Кто так скажешь, кто так. Непонятно. Ты иногда смайлики ставь, пожалуйста, а то вот как это. А за что мужика судят? За что ларек разбил? Он говорит, а что они написали, пива нет? Нет, мы написали, пива нет. Издевается. Здесь никто ни над кем не издевается. Есть старая оскола. А сиделка не хотите на это работать, пойти? Это золотушечка, когда у вас клюнет в жопу петух. Вот для этого варианта вы оставьте для себя. Вот. Монголия, Улан-Удэ. Ага. Бурятия, Улан-Удэ. И Монголия, и Бурятия. А, это вы гадаете где? О, это далеко, значит. Добрый вечер из Ульяновска. Всего вам самого хорошего. Ага, добрый вечер, друзья. Приветик, приветики. Тут недавно смотрела по телеку. Про сиделок, как сидят, с кем сидят. Ну, мне так не хочу. Потом мама у меня, допустим, в последнее время работала в доме престарелых. Вот она туда приходила, убиралась. Каждый вечер приходила со слезами. Вот она просто ходила, убиралась и их кормила. А их надо убрать, там это. Жалко их тоже. Кого-то, ну, которые были совсем там, ну, плохо. Лежачие, вот их запирали, и все. Потому что никто не будет около них сидеть, смотреть. Вот он лежит один там. Еще не один, их там человек три, допустим, в одной палате или четыре. И все, привязаны в сорочке. Ничего этого хорошего нет, честное слово. Привет, какой погод, у нас такой дождь. Нет, 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 у нас что? У нас минус один, минус два. Что-то давно Иринка апельсин к вам не денет. Так, булочку, там комментарий. Костя, кем ты хотел бы работать? Я не тюнь, я уже отвык работать, нафиг не надо. Не-не, он любит это. Привет, любимка. Он хорошо с железом фигачил. Мне нравилось тогда. Привет, любимки. У нас смотришь один позитив. Так, ребят, сейчас секунду налью бутылку. Да, господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер с работой, спеши его, чтобы успеть на эфир. Привет, привет, Иринка. Так, привет, у меня зависимость грибная. Грибная, эй. Привет, всем здоровьем. Спасибо. Здрасте, 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 здрасте. Привет, приветики. Добрый вечер, Катюшка, Костя. Очень вас люблю и восторгаю. С вами здоровья вам. Взаимно, ребята. Смотрите, расскажу, допустим, как Костя со мной сидит. Вот он ложит меня, но спать, я говорю, Костя, я лечила, ложит меня. У меня голову запрокинулась голова. Я, Кость, Кость, ну, если это хорошо, я сказать могу. Я все время просыпаюсь, я говорю, господи, спасибо, что я говорю. Я говорю, Костя, Костя, он бежит ко мне, чтобы поправить мне голову. Потом опять положит правильно, только ляжет, или сядет, пойдет с дела, я опять кость, кость, нога улетела. Ты что, чудная? Я только жру хожу. Ну, и меня тоже. Так, Кость, мы подруги. А если я лежу на спине, вот так голову просто, ну, положу, нормально лежу, у меня начинает голова кружиться маленько, и я захлебываю слюнями, это очень неудобно. Рассеянный склероз не дает правильно глотнуть. Такие тоже моменты есть. Неудобно глотать, не очень удобно вздохнуть. Как будто не дает. Я все время говорю, Костя, не дает вздохнуть склероз. Поэтому очень тяжело. Я все время говорю, как тяжело людям, которые просто лежат. Очень тяжело. Вы не представляете, как хочется чай попить, посидеть, на небо поглядеть, на радугу, на солнышко. Знаете, как здорово. Мы такие позитивные даже наш лаборант вас любят. Надо Костя идти работать, а Кате сиделка сидеть. Вот как сиделка? Я буду лежать и сидеть. Нет, это кто мне пишет? Ну, это, давайте тогда так разбираться. Возьмем средний класс, то бишь средний класс. Но мы, допустим, так сказать, даже к среднему классу мы не будем относиться. Мы без высших образований. Мы живем в деревне. Да, вот. Поэтому зарплата 20 тысяч. Ну, 25 это хорошо. Лет мне 44. После 35 ты зарплату не найдешь ты нигде за эту, не за зарплату, а работу. Нашел я работу. Работу какую могу найти? В охране в Москве, в лес куда-то ходить или что-то. Вот, это я работаю. Где взять сиделку за 25 тысяч, раз такая умная-то голова? Вот, давай приезжать и будем, в общем, ну, за 15 мы договоримся. Нам же жить-то надо на что-то, чтобы у меня от зарплаты-то оставалось. Ну, может, за десятку посидишь. Ну, не просто посидеть надо с Катей. Это надо во внимании быть каждую минуточку, каждую секунду. Чтобы не поперкнулась, не подавилась. Сколько раз ты в день нос чешешь? Столько раз будешь ей чесать нос. Обязательно. Вот. Потом чай, кофе, мофе. Трогать ножки, чтобы были теплые. Или холодненькие, или греешь, если ты тепленькие. Остужаешь, мази, намазываешь, все крутишь, вертешь, носишь в туалетик. Ну, мелочи такие. Все делаешь. Все, что ты для себя делаешь, только это будешь делать для двоих ты. За десять тысяч. Ну, за пятнадцать. Много это тебе. Ага. Вот. При этом, плюс, ты должна ей подарить настроение. Ты должна ее свозить в кафешку, чтобы было настроение. Ты должна, если у нее плохое настроение, ты должна, чтобы было хорошее настроение. Вот эта сиделка. Сиделка, это на жопе вы сидите, больше ничего. Мои хорошие сиделочки, вы простите, что я так вот говорю. Но это, вот, это как одна мне подписала, вот такая же, как ты тоже. Сиделка, неделка. Ой, да я за папой, туда-сюда. Я говорю, я жизнь дарю Кате. Жизнь. У нас любовь, морковь, счастье. Вот мне ваши, вот эти советы, мне, я плевать хотел на них, чихать хотел. Понимаете? Вот. Я Кате жизнь дарю, любовь дарю. Это я выбрал. Понимаете? Я мог и работу выбрать, и уйти, и нехай она тут сидит. С дочерью, или с кем тут, как вы хотите. Да, ну, вы же не любите прогресса, чтобы у людей было, чтобы красиво, нарядно все. Ну и вы любите, чтобы мы в говне купались. Вот, поэтому, вот так они жили. Спали в росте, а дети были. Поэтому со своими советами, сиделками. Подожди, стою, стою. Вот, я еще раз говорю, вот, вот она мне писала, вот ты такой, ты иди работай, да у меня папа, да я работаю, одной рукой за три хера взялась, и бегаю, и туда, и сюда успеваю. Я говорю, ты сиделка, ты отцу приносишь только стакан воды, этим себя тешишь. Вот. А я просто живу, живу в радость, в любовь, в удовольствие себе и ей. И вас это вообще касаться не должно, тем более непричастных к нам. Вы даже словом не можете помочь, поддержать ситуацию простую. Вы еще начинаете советы давать, как из сиделки. Вот я тебе всю жизнь свою рассказал. Вот, иди, чтоб ты так жила, за 25 копеек работала и сидела. И не кулит никто с тобой сидеть никогда. Поганые люди ку, блядь. Я лежала в больнице, там, допустим, ну я лежу в больнице, Костя работал, ходил, там у меня сил было побольше, а в соседней палате лежала, там женщина, не помню кто. Кулу тебе восстановить тоже, в Москве надо. Вот здесь сиделка сидела. Вот она просто сидела, ну лежал, мужчина, по-моему, лежал, а сиделка с ним сидела. Сидела, попить подавала, ну так это, а он просто лежал. И объявили пожар. Что она должна была сделать? На руки взять этого мужчину. Девчонки мне там еще помогли, ну как девчонки, женщины тоже там. Девушки помогли мне, я с коляской, коляску я сама еще, ну силы хватала, пересаживалась. А кто лежит, как она должна была? Молодая сиделка, ну это даже женщина там, не молодая. Блять мужчину на руки и потащить, вы не представляете, как тяжело. Знаете, какая мелочь? Даже вот элементарно, до туалета донести, попу помыть, ты представляешь, к тебе сиделка придет и будет тебе попу мыть. Или каждый раз умывать тебе, зубы чистить. Думаю, вряд ли сиделка тебе так сделает. Да даже просто эти дела делать, это человек должен быть добрый, с хорошим сердцем. А таких людей мало, таких тоже, где найти? Профессии есть, а люди-то где? Вот, это не вся сиделка, не каждый хороший еще прикипит к тебе с душой тело, чтобы с тобой разговаривать, сидеть. Там терпеть не каждого больного вытертых. Бред какой-то. Больные тоже вредные бывают и ругаются. Я Костя каждый раз говорю, Костя, прости за мои капризы, за мое поведение, что иногда могу захныкать, могу сказать бобо-бобо. Улыбочку натянула? Ну, допустим, я говорю, очень тяжело это, вы не представляете. Я желаю всем здоровья, много здоровья желаю. Любви, знаете, сколько жила, много, чтобы вас любил родной человек, был рядом человек, который подаст вам стакан воды, поможет, руку подаст, чтобы вы сели, встали, или чтобы на улицу сходили, погуляли. Ну, пофигу, мне кажется, вообще похороны. Человек болеет. На человеческой части наплевать всем. Мне кажется, это вот, это, с пенсионного, вот они всю жизнь, там, наверное, в седьмом поколении, налоговики, вот они мне... И работа, работа, работа в приоритете у него. Лежит человек, болеет, иди работай, иди работай. Вот хочется сказать, что происходит в жизни, что с людьми происходит. Я говорю, ну, возьми, вот, просто элементарно, да, ну, кто мать маленькая, это, как, декретная, да, там, она должна понимать, что когда маленький у тебя ребенок на руках, иди работай. Возьми, роди и иди работай. А ему малышу, няньку найми. Ага. Вообще ужас какой. Тут что говорят, что они понимают. Мне хочется взять вот хейтера одного, вот этого умника одного, вот привести, связать его и здесь положить. Чтоб он обоссался, обосрался, чтоб ни нос почесал, ни голову поправил, ни ногу, чтоб лежал на бок, наперевернуться. Ничего вот Катя не может этого сделать. Вот все, что делаю я для себя, я делаю для нее. Почесать, поэто, того, попить, поесть, туалет сносить, помыть, туда-сюда, посидеть, болтать, телефон сидеть, в компьютере сидеть. Это все делаю, я всегда на чеку, я всегда внимания, я сплю с одним открытым глазом. Не дай бог, что бы, где бы, как бы. Ага. Блин. Вот связал бы, бросил бы тут и нехай бы неделю, чтобы больше никогда мысли такой не было поганой. Ну так нельзя говорить, хорошо поговорить. Чуть-чуть-чуть, так нельзя говорить, не ругайся. Я говорю, вы приезжайте к нам в гости. В эфирах сидеть хорошо, но восстанавливать-то нужно же, ну. Господи, ну смотри, ну сколько ветра в голове. Устройся костер разводить, мангалок, ну, иди, где шашлык делают, будешь дуть. Скажите, скажите, как восстанавливать, ради интереса, вот говорите так. Неужели вы не видите, что люди болеют, болячки неизлечимые, которые лежат люди, как им тяжело. Неужели, думаете, не хочется это? Все таблетки, капельницы, уколы, все это есть. Все тренажеры, все это мы делаем, к врачам ходим. Все это происходит, потому что у меня есть Костя. А как больной человек будет везде бегать? Не хочется плохого желать, ну вот хочешь, чтобы гады такие почувствовали, маленько хоть. Вот честное слово. А потом звонил и плакал, прости, Костя, я не хотел такого, Бог простит. Вот так. Блин, не хочется так говорить. Очень тяжело, не надо просто чуть-чуть. Ну, хочется прям погасить себе. Осталось начать и кончить. Так, вы живите, что Катя не может без Кости ни одного целого. Дело тут не в этом, ребята. Тут они ни этого не видят, они не замечают. Они видят только наши подарки и посылки. То, что делают люди добро, милосердие. У них этого нету, сострадания нет. У них есть работа, идите, лок, работай. Вот это, 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 иуды. Иди работай, ты что дома сидишь? Я пришла с работы, устала. И булки завалила спать до утра. Все, иди работай. И вот она смотрит, как Костя конфетки ест. Блин, господи, караул. Я же всегда говорю, забираешь Катину болячку, все, а я иду работать. С удовольствием, сяду на газет, с Катей поеду, весь свет белый объеду, буду работать, и тебе подарки привозить, говорю, буду. Люди вообще не понимают, вот в чем разница, что выбирает, кто что выбирает. Что я не говорила сегодня? Я бы сейчас с матом бы, вот высказать, чтобы донести вот эту точную мысль, я не могу. Ага, вот матом бы я бы сказал бы точно, формулировку бы всю, вот сочно, точно, прямо в цель бы. Нет, все хорошо, не ругайтесь, пожалуйста, просто попробуйте лечь и полежать целый день, а с вами кто-то посидит. А вы не можете повернуть, телек переключить, а где Варя? Поглядеть. А Варю, Наташа, от немаленькие зашли. Варю, Наташа. Ты не можешь ни телек посмотреть, ни кино поглядеть, какой хотите, ни музыку, ни спеть, ни сказать, ничего не можете. Значит, нужно начать сборную облицацию, не надо ничего нам начинать, молодец какая. А где Варя? Так, здрасте, здрасте, я на дому ехал. И облицацию тоже очень, ну, это очень тяжело и удобно тому, что, допустим, не ходит, у кого восстанавливается, мышцу, у меня мышцы не восстанавливаются, у меня болеют нервы, а у некоторых болезней-то какие тяжелые. И хочу помутнение в мозгу? Мозгу, да, помутнение. Рассеянный склероз, с улицы бассейна. Реабилитация, ничего, мы лежали в больнице, доктор с нами садилась и разговаривала, что живите, ребята, как живете, все у вас хорошо. Тяжело, как будто доказывают, Ничего же это не сделается. Когда я пришла, первый раз к врачу, вернее, привели меня, ноги, когда отказали, врач мне сказал, вы эту болезнь или принимаете, или быстро угаснете. От гостей не устаю? А че, вон мы тише, падение же травы, никого нет. Так, приветики. Не успевают от гостей. Все, не устаете от гостей, у вас их всегда много. Да, но ведь это шедло. Я маленький, канал 5000 на YouTube, поэтому время вам, конечно, хватит своих. Катюш, какую бы профессию выбрала? Ну, я думаю, я бы, наверное, с детишками так и работала, как раньше. А вообще, я тоже люблю всякую и разную. Ты когда выздоровеешь, что будешь делать? Буду полы мыть, буду посуду мыть, буду готовить, полотни буду. Полотни буду. Так, привет, приветики. Кость, ты самый лучший муж на свете таких, мама на свете здоровья, Катюшка Рогатая. Приветики. Спасибо. Ага, конечно, мы с хорошим побуждением послушать Катю. Катю послушать. Что готовили, Костя, мы курочку жарили с лучком, с приправками вкусными, новыми. Приветики. Вот послушать, Катюш, Костя, у человека настроение. Как же не просто, да, это человеку жизнь подарить, вот посвятить, чтобы мир он видел просто. Не четыре стены, да, а вот это, это считается у нас это, хулявой, халтурой какой-то, да. То, что люди помогают, это тоже плохо. всех наших, кто нам помогает, всех обзывают, ругают, вот кто это, ну кто, как это назвать, пусть сами себе придумают. Так, Костя, человек настроение. Спасибо, Ольга. Да не то, что мне хочется иногда высказать, хочется, я не знаю, гады есть гады, тут с ними богатски надо разговаривать. в прямом эфире, иногда же начинают писать в личку, надоело с поцелушками, надоело улыбиться, надоело жрать, там, ну что только не пишут. Вы не обращайте внимания, когда Костя злится, не ругайтесь сильно. Мы всем желаем любви. Как Катюша выздоровела, ингаляцию уже не делаете? Нет, сейчас нет. Дня три мы делали, да, или сейчас? Дня три, наверное. И все, в общем, отстали мы, слава богу. Ну да, так как. Привет, сентуков. Ну, пачку таблеток мы на двоих съели. Леденцы от кашляли, я еще оленька. Костя, Катя, как вас приятно смотреть. Вы очень добрый, душевный настроение, добрые силы, крепкого-крепкого здоровья, вы молодцы. Спасибо, любовь, спасибо. Привет, сказали, целуем и обнимаю вас. Только внуков не хватает вам. Ой, у нас еще дети маленькие не выросли. Какое все за погода? Нужна ли обилитация? Ну, давай, поможем у тебя, что раз надо. Они еще молодые для внуков. Привет, а у Наташи какое образование? Она так в магазине работает? Она коммерсант, это? Да, по образованию коммерсант. Продавец коммерсант, да. Где, где ее работает? Ван онлайн она работает. Ну, есть антибетровая грыжа в позвоночнике. Да, работает у нас магазин. Самый луч, позитивный, так, активный добра и здоровья вам большие молодцы. Спасибо большое. Костя, ты что, меня игноришь? Зачем, Лена, игноришь? Вообще, не видел тебя. Привет, у вас что, дверь открыта? У нас было окно открыто. А что, дверь открыта? Может быть? Так, привет, приветики. Да что вы за это, ралли, где что нужно, а что нет? Ага, вы молодцы всегда. У вас самого доброго. Нет, это, раз такой сострадатель, да, ну, реабилитацию, ой, я молодец. Я вот первый, приезжай, да, скажешь, ребят, вот заехал в дом, вот как это, там, как он говорит, скрытый миллионер, да, заезжает он, ребята, вот я это, вот вам, сколько сейчас реабилитации, там, вот 600 тысяч стоит, да, вот вам 600 тысяч, ребят, вот 200 тысяч, вам на дорогу, на пропитание, все эти дела, вот, езжайте вот туда-туда-то. Все, мы собрались, поехали, да? Нет, это я должен сейчас на реабилитацию собрать, просить вот тут на коленях стоять, сколько мы будем 800 тысяч собирать? Месяца два будем собирать, собирать, просить, хейтеры будут мне спину грызть, ноги, там, пофигу, им уже похрену, на реабилитацию я собираю, или на конфеты, или на машину, или на что, им похрену, они будут мне грызть спину, вот это я буду собирать, собирать, Все, потом мы приедем в этот лагерь, где надо жить по режиму, вставать, есть кашку, из занятий только, ну и локомат, если вес подберут, если он там есть вообще, это самое, что есть хорошее. Все, массажик 2 минуты, бассейн нельзя, физиотерапия какая-нибудь. Болезни разные. Типа, у нас дома больше у меня приборов, чем во всех этих реабилитациях. Вот, поэтому, кто хочет, кто такой сильно, сердобольный, пожалуйста, оплачивайте документы, мы уедем на реабилитацию. А чтобы поехать, пройти 7 кругов ада, втеки, мэки, шмэки, эти вот это все говно, это чтобы я прошел, чтобы взять печати с правками и поехать на реабилитацию куда-нибудь в этот, в лагерь, как он там, дуплышко, блин. Вот, там, и будем мы там 2 недели, там сидеть, это, чай хлебать ложкой, лаптим есть, вот и нафиг оно мне надо. Ну, сколько я, только силы и время я истрачу, каждый день буду ездить, доехать до Владимира одного, чтобы в больницу взять справку, через 3 дня за другой уже, так кончится справка. Кто столкнулся, все это знают. Если платно, да, базара нет, поехал тебе за деньги, кто-то заехал, отдыхай. Просто смена обстановки, и все. Ребята, кто не знает, что такое рассеянский, вот вообще не суетесь никогда, со своими советами, ненужными, как лучше, чего лучше, никто не знает, как лучше. Знали бы, уже давно бы, подстелили бы. Костя, а где вы вообще работаете, или с Катей только сидите? Работаю, я в Госпроме, онлайн, у меня должность сам директора. Добрый вечер, гордбор. Катюш, любимки, не оправдайте, только силы, свои терпения, а так на сволочи, ага. Нет, ну так нельзя говорить, я все время, Костя, говорю, не ругайся, пожалуйста. Все хорошо, люди разные, реабилитации разные, для людей по-разному надо. Рассейники тоже разные, кто-то худой, кто-то полный. У кого-то глаза не видят, у кого-то спина не работает. Рассейники тоже все разные. Что говорить? Рассейники, спасибо, бассейники. Я когда заболела, врач мне сказал, вы это или принимаете, или уйдете быстро. Все это мы видели, потому что лежали в больнице. Раньше приедем, там кто-то с растением склероза приехал. Ведет себя, ну, совсем по-другому. И все, сгорали за две недели люди. Все, мы это видели, все знаем, не переживайте. Он только за Катей ухаживает. Ребят, я ухаживаю за Катей, и зарабатываю, и все у нас есть, ребят. Спасибо. Мы когда сюда приехали в город, мы купили две большие машины. Они ездят, работают, в аренду. Это все в кредитах. Пока мы туда влезли, в этот бизнес с стороны, это одно, второе, набрали еще два кредита. И теперь эти машины работают только, можно сказать, на кредиты. Понимаете? Но они работают. Еще два годика, потом у нас будет выхлоп какой-то, да. Что-то как-то на плаву. Вот, я шевелюсь, делаю. Хэтером далеко до этого. У них голова пустая, там ветер в голове. Откуда? Я и там работаю, и тут, до последнего момента работал на ферме. Копал железки. Я в день бывало по 500-800 килограмм железа копал. Тут, а там, а там, третье, пятое, десятое. Люди помогают. Это не должно считаться халявой или что-то. Добродетель, это душа. Вот в сердце Бог, когда живет. Человек, когда делает хорошо, он хорошо себе делает. Понимаете, он сделал доброе дело, благое. И вот тут на сердце у него радость. Вот для этого люди, поэтому помогают. Хотели? Иринка баню построила. За один раз. 315 тысяч перевела. Баню построили. Девочка за два дня кухню, ремонт весь сделали. Разве это плохо? Разве радость в том, что у нас полы худые, стены, что отопления нет? В этом что ли радость человеческая тогда? Этому вы будете радоваться, вот вечно недовольны? Или чему тогда? Болеть я буду как-то делала. Хожу, уходим и гуляем в кафешке. Есть настроение, нет настроения. Собрались, поехали. Машина есть. Все, тоже подписчики купили. А болеть как была, так и будет. Где-то разница. Вот сейчас пойти в тот дом, что ли, где света нет и воды. Будем там сидеть, сухари на костре жарить. И вот на жалость буду давить. О, помогите, Христо ради. Для чего мне это все? Я хочу так, вживую радость. Вот моя жизнь. Вот мое общение с вами, с людьми. Мне это приятно. Я уже как маньяк сам сюда. Захожу в телефон. Хочу эфир, хочу поболтать. Мне приятно сидеть, почитать. Да, кто-то, ой, ребятки, я вам хочу посылочку. А почему нет? Почему не порадовать людей? Кто-то нас радует. Мы радуем, мы не хапуем куда-то прятать что-то. Ничего нам лишнего не надо. Я ни копейки не взял, когда кто-то Кате переводит. Костя, Катя в парикмахерскую, поехали. Костя, Катя в кафе, поехали. Костя, Катя цветы, поехали. Ребята, у меня долгов как конь на ее. Ой, как, простите. Вот, ни копейки не взял, чтобы туда положить. Есть они, и хрен бы с ними. Я ни у кого, я не спрошу никогда, ни зачем. Все, я живу в радость сегодня и сейчас. Понимаете? Вот, так что здрасте, я Настя, куда ложиться? Олег, сколько наговорится, я не знаю. Все пишут про сиделки, сиделки. Она будет столько, кое-столько у нее будет работать. Да какая сиделка, да, ой, это. И про сиделки, я вас люблю, девочки. Есть хорошие сиделки, которые вот писали. Вы прости, что я плохо, если где-то сказал. Это просто заставляет, потому что. Это, как сказать, да. Есть хорошие люди. Главное, чтобы человек хороший. Потому что нельзя человека родного, любимого отдать кому-то. Все прекрасно. Знаешь, что это, чем, да как заканчивается. Это, это уныние. Вот если я, Катю, кому-то отдам, она уныние будет. У нее все. Я вот из дома ухожу, оставляется Наташка. Она не спит. Начинает кручиться у ней. Вот это все, тревога. Она ждет, ага, может заплакать еще. Понимаете, она настолько привыкла, что я рядышком. Я вот сижу, шуршу тут, готовлю, убираюсь. Она спит, ни разу не пошевелится по три часа. Потому что знает, что я рядышком. Ага. Она даже, это, я говорю, раньше всегда, где работала, вот на ферме, она позвонить, у нее телефон с кнопками. И так, и так, и зубами, никак. А я чую. Я приходил уже домой, она начинает плакать. Ты что, я тебе звонить могу? Я говорю, да я чую, моя хорошая. Она плакать, я говорю, улыбку натянула быстро. И все, заулыбали. Вот так надо жить. Чую другую руку. Видео у нас было. Костя видео включит, сам на работе. А видео включит, это. Критой. Я, допустим, как дела? Я не могу ничего уже сказать. Иногда бывают такие у рассеянников. Ну, моменты говорить не получают. Я говорю, рот открывай, а сказать звук это нет никакого. Так тоже бывает у рассеянников. Не у всех, но бывает. Как маленький ребенок, как будто годик маленький. Он ничего сделать не может, и сказать не может. Сил у него нету. Шопли слюни текут. Вот тут болело кашля. Слюней столько много. А они же и так глотать не умеют. У них это поперхнение. Это как корова. Вот она ест, и у нее обратно. И у нее так же. Она глотать не может. А я вот на кухне. Пока гречку засыпал, она чуть не поперхнулась. Вот. А если бы не усмотрел, не уловил бы. Это Бог помогает нам за то, что мы вместе другим. Да хватит уже. Сейчас надо. И тут подождем. Улыбочку и тяни. Сын, дружка, в ножки. Да зимой, брат, если я не понимаю. Ой, знаете, как хочется сказать и высказаться, ребят. Вот, ты еще в СМС-ке я прочитал. Ой, всем спасибо. Правда, увидел. Все хорошие. Костя, человек с большой буквы. Я не хочу, чтобы меня хвалили. Ребят, честное слово, мне это не надо. Я хочу, чтобы не оскорбляли. Ага, потому что вот эти пустые люди, пустые слова, вот эти, они раскидываются у них. Себя не уважают, людей не уважают. Мне это обидно. Я 100 килограмм, ребята. Меня 100 килограмм. Я проедусь туда-обратно. Больше никогда так. Знаешь, как в ТикТоке говорил? Как мне два раза. Далее я сразу всех зауважал. Вот. Поэтому надо иметь просто совесть. Себя в первую очередь уважать. Не надо никого оскорблять. Зачем? Вон там в Одноклассниках где-то один гусь пишет. Я с гуся. Ну, у гуся ты, блин. Вот, ну, приедь сюда. Расскажи мне, что да как. А, все. Все, чичичи, чичичи. И шея прошла. А Козе чичичи, мы знаем. Как ты, Катя, любишь, и как ты с ней. Так, ухаживаешь, а на каждый поток не накинешь платок. А там не платок надо. Ну, сами знаете, детки. Так. Привет, приветики. Надо в попу. Что там, кто-кто? Не ругайтесь, пожалуйста. Все хорошо, просто... Ну, не обращайте внимания. Ничего страшного, я о Косте говорю. Это вот че он пишет? Люди разные, но... Ну, это в полку. Ну, не обращай внимания просто. И читай. Че он пишет-то? Маленько, мало ли чего-то бывает. Ну, не столь ноги встал. Дурак какой-то, что-то пишет. Привет, приветики. Пошел нахуй. Девки молодцы. Большой привет, башкиры. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Другой супер. Привет, аха-ха. Ты ты самый очкой милый. Да-да, сейчас девки накидают. Ой, классно. Да там дурак какой-то нашел. Че-то, дурак какой-то. Катюш, ты солнышко, ребят. Держите, не обращайте внимания. Господи. Так, да, ребят, это матом не ругайтесь. А то детишки же смотрят. Ага, один полудурок будет писать, а мы все откликаться. Заплакируют. И уже Костя. Я страшный идиот. Полухода за Катей. Да. Привет, привет. Костя дышит. Он больной. Так, заблочите его, пожалуйста. Он уже улетел, ребят. Так, привет, Костя. Вот, он у тебя гонит. Ну, пустота. Пустота. Пустое место. Телок. Костя, заблочите привет. Так, дорогушечки, внимание обращайте. Я все убрал, убрал. У Кати на иммунной системе. Да, аутоиммунная. Да он давно улетел, девочки. Все, какой-то. Полудурок какой-то, лагерь. Спасибо всем большое. Все, я наговорился, спасу нет. Все, не только мы на этом. 925 человек в эфире, караул. О, клево, да. Там слов больше нет, одним Атахан. Спасибо большое. Всем спасибо. Он оскорбляет тебя и Катю. Ничего, Натаха, ну это пустые слова. Ты же знаешь, когда люди в глаза не смотрят, и оскорбление китает, это слабые, пустые люди. Вот, пустота. Так, трусливые зайки. Приветики. Мужчина тем более. Мужчина себе такое не может позволить. Костя, у меня инвалид на руках. Я опеку, но мне стаж не идет. Я, нет. Надо в пенсионный сход этот сходить. Пенсионный... Но работать нельзя. Стаж или как его называют. Пенсионный фонд надо сходить. У меня зарплата тоже есть. 1200 рублей мне платят. Только не... Так, слава богу, а то гадость писал. Костя, у тебя самогон на сахаре. Да. Так, и так... Бейте его, ребята. Бей его. Клоти! Типушил и помню тебя в туалет. Почти тысяча человек. А Костя, Леночка завтра уже приедет. Ну, наверное, когда каникулы у них. Наверное, завтра вечер. Мастя кашляет. Мастя завтра приедет. А вот ему когда... Костя, это вы самый лучший. Я вас смотрю уже два года. Я вас очень люблю. Спасибо. Большое спасибо. Вы самый искренний. Костя, ну ты его... Не, я вообще не ругаюсь. Костя, передай привет. Привет. Кому там? Приветики. Виолетка, приветики. Все, остываем, отпускаем ситуацию. Он здоровья. У него, видимо, сегодня очень пешится. Напрашивает. Ну, может, правда это. Как один доктор сказал, говорит. В свободное от занятия время, доктор патериатрической больницы сказал. Мои пациенты тоже с телефоном пользуются. Он сидел, как это, мадам с реабилитацией. Ну, вас очень любят. Будьте благословенны Богом. Ага. Приветики их любимки. Приветики. Спасибо большое. Чушпаны и так грибачи. Не обращайте внимания. Уже обострение началось у людей. У вас любят. И это. Вот я говорю, да, один человек вот написал, столько завел это меня. А поправьте тренинг. Их тысячу пишут. Ребята, тысячу человек. И влечку. И туда, и сюда. И забанишь уже. Другие телефоны создают там это. С других уже пишут. Я говорю, ты больной. Ты больной. Ты зачем за нами следишь? Ты как маньяк, маньячел. Тебе лечиться надо. Эм, это как вот. Мельдранат попей. Че там для мозгов полезно тебе. Больные люди. Вот честное слово, да. Зачем тебе? Отпусти, выкинь. Не нравится. Пролистай даже. Псати же, купи телевизор. Костя, караул. Синьки меняют такие. Привет из Тунка, Тюшкости. Здорово, счастья. Спасибо, большое спасибо. Так, хочу вашего тортика. Костя, приготовлю. Гости, с вами приеду. Костя, ой, ты на диете. Э, Костя, ну-ка. Тебе нельзя. Привет. Лена, кто-то примчится, наверное, в пятницу. Так. А выходные, когда праздники начинаются? Для меня это не что-то. И слава-бырук жизни не знает. Ахало открывает. Ага. Привет. Весна скоро, видимо, психообострение. Ну так тоже бывает. Не обращать не надо. Надо, да, надо о них отдыхать. Надо это, модератора ставить. Модератора. Я все время забываю. Ася нет, что ли, сегодня? Так, сделать модератору. Вот мы Натаху сделаем модератору. Балашки. Потому что я пока вперед в смс-киах не листаю. Вот там будешь Натах всех удалять. Коси косой всех. Какая зарплата по уходу не расплачет? 1200 рублей. Привет, привет, придурки. Дети есть, куда их деть-то? А мы-то любим вас, спасу нет. Спасу нет. Спасибо, Эринка. Так, Мася, может, к врачам у тебя жалко кошку. Мы хотели, а я заболел, поэтому не поехали. Сейчас я приду посильнее и съездим. Приду посильнее? В общем, тебя посильнее приду и съездим, свозим. Тут рядом, в соседней деревне. Костя, передай привет Жене Филатову. Женьке Филатов, приветики. Привет, твои Софийки и Давиды. Софийка Давид, привет, приветики, ребята. Костя, ведь это иммунка, как у моей дочки. Иммунка, аутоиммунное заболевание, да. Центральная нервная система, головной и спинной мозг. 23 февраля будете отмечать. Костя, не распинайся ты перед такими людьми, они не поймут такую ситуацию. Никогда все собак боятся, что кусают, а люди так кусают друг друга, не замечая, что творят. Да, кто-то забор трёхметровый ставит, кто-то же расстал и шире делает. Всё верно. Как где Леночка приедет? Да, ну, а вот уж на подъезде. Целуй, крепко ваш монтаж. Спасибо. Костя, вдох, нос выдохнет. Да я уже успокоился сейчас. Клорис, спасибо, давай покушаем. Вам просмотры добавил в тысячу человек. А Костя? Она добавила. Покушаем и я. Так, привет, приветики. Катя, привет, Катя, меня обожаю. Спасибо. Нет, такие нам не надо просмотры. У нас дети смотрят, а это заводят меня, я ругаться начинаю зачем. Так мне ухо же отрежут. На вас так приятно смотреть. Огромный привет из Тульской области. Привет, привет. Как первый на улице с оскорблениями. Привет, Грибочи, хорошего вам вечера. Взаимно. Костя, привет, Катюш, какой я делал с вами дела. А, Людмила, приветики, все хорошо. Привет, у меня сегодня приснились, была у вас в гостях во сне. Ммм, вкусняшки ели? А туалет на улице. Наверное, проснулась на этом моменте. Костя, голос немного искажается. Это инста так делал. Привет из Москвы, мы вас любим. Привет, привет, Тоня, приветики. Вечер в хату. Доброе вам и здоровье всем. Часик, радость, приветики, Ольга. Так, доброе, здоровье вам. Ага. Костя, который пишет лихо. Ну, Лен, я не такой вообще. Приветики из Горного Алтая. Привет. Лоу-вью шейны. В общем, там что-то там. Привет с Казани Маслим. Спасибо. Ладно, ребят, всем хороших дня. Прекрасного настроения. Хорошо поговорили. Ага, высказались. Выговорились. Наверное, всем понятно стало. Чё да как. Чё почём хоккей с мячом. Чё почём. Вот. Всем спокойной ночи. Сладких слов. Да, завтра. Пока-пока. Спасибо большое.